С 2013 года накопились тонны материалов, пруфов и линков для того, чтобы раз и навсегда доказать российскому оппоненту ошибочность его убеждений, взращенных лживой российской пропагандой. Многочисленные фото и видеодокументы, расследования, отчеты сделали уже все для доказательства причастности россиян и к малазийскому Боингу, и конфликту на Донбассе, и прочим преступлениям Российской Федерации. Однако, как все уже давно поняли, россиянам не нужны никакие доказательства. Они оперируют совсем другими понятиями, далекими от банальной человеческой логики, скрепами, например, верой в Путина или мнимым величием России. Поэтому для того, чтобы порвать россиянина в споре, нужно говорить с ним на понятном ему языке. А теперь внимание! Инструкция по разрыву ватника на мелкие кусочки. Итак, первое. Будьте вежливы. Второе. Перестаньте что-либо им доказывать. И, наконец, третье. Донесите до них простую мысль. Виновный уже определен. Бессмысленно ломать копья вокруг того, причастны ли россияне к событиям на Донбассе. России уже вынесен бессрочный обвинительный приговор. И, мало того, она уже начала отбывать наказание в колонии санкционного режима. А теперь самое главное. Раз уж вы упомянули слово санкционный, то настоящий ватно-россиянин обязательно вспомнит об искандерах и ядерном пепле. Но тогда вы все так же вежливо напомните ему о тысячах детей и внуков российских чиновников разного ранга, живущих, работающих или получающих образование в Европе и Соединенных Штатах. Как думаете, российские генералы что, сотрут с лица земли всю гейропу прямо вместе со своими прыщавыми отпрысками? Или как? Так что в конце дискуссии, не теряя достоинства, можете вежливо послать оппонента вместе с его искандерами прямо в жопу. После вышесказанного ему просто нечего будет вам ответить. Поздравляю, вы порвали ватника, как тузик грелку. Слава Украине! Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова